Надо решать вопросы, связанные с насущными проблемами людей. В каждом квартале практически отданы участки земли, завтра там начнут расти 8-9 непонятно скольки этажные здания, которые будут огораживаться заборами от всех остальных, там будут вырубаться деревья, и они будут жестко нарушать среду обитания людей. Это проблема, которую нужно будет решать таким образом, чтобы и бизнесмены, купившие эти участки, потому что среди них большинство являются добросовестными приобретателями, и жители этих кварталов успокоились, потому что идет брожение по всему городу. Люди пребывают в колоссальном беспокойстве. Представьте себе, я родился в этой квартире, я вырос, женился, родились мои дети, сегодня и внуки родились. И вдруг в определенный момент, в той среде обитания, в которой я привык, в которой я себя чувствую комфортно, вторгается кто-то с каким-то мощным строительством, и там начинает расти что-то, какое-то жилье, которое потом выделяется забором, и там живут люди первого сорта, а я тут живу как бы уже не дома у себя, а я уже человек второго сорта. Это усугубляется тем, что часто такое делается на месте зеленых зон. У нас, наверное, половина зеленых зон находится внутри кварталов, либо спортивных площадок. Нужно очень быстро переформатировать аппарат «Примари», аппарат «Притур», четко разделить функции, написать, если нужно, новые должностные инструкции, новое положение о подразделениях, нужно создать систему электронного взаимодействия. Мы понимаем, как это делать. Мы можем людей перевести в подразделения, и у нас есть такие идеи, звучали в предвыборной кампании, подразделения, которые будут заниматься благоустройством кварталов. Мы понимаем, как это нужно делать, и можно делать путем создания небольших муниципальных предприятий. Но это очень важный вопрос. Человек должен очень быстро решать вопросы с органами местной власти. Главная профессиональная задача государственного чиновника или местного чиновника – это решать проблемы людей. Главное его профессиональное качество – любить людей и любить свой город. Если этого нет, он опасен для общества.